Казахстан 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 Таким образом, что в научном творчестве должна быть очень большая убежденность. Только убежденность и вера, направление своих страстей по этому пути, устремление всех своих, дает возможность надеяться на какую-то удачу, на большую, крупную удачу. И для ученого высшей радостью является практическое использование идей, экспериментальных результатов, которые не покоятся в лаборатории, не лежат, не пылятся где-то на полках, а вот начинают приносить объективную пользу. Мне кажется, что некоторые ученые не правы, говоря, что сейчас наши результаты, мол, не будут использованы, а вот дай бог лет через сто, вот тогда они окупят себя. Это не так. Задача ученых — доводить свои результаты до такого состояния, когда мы могли бы их использовать вот именно сейчас на благо общественного прогресса. Как раз вот это отношение к науке мне перешло именно от отца. Он часто спорил с учеными. Ученых он любил, имея со многими из них самые тесные контакты. Но нападал на тех, кто считал, что наука — это, мол, их сфера, что это определенная каста, в кругу которой только они могут творить, они могут утверждать. Вся его трудовая деятельность, все отношение его к науке и производству, повседневные отношения оказывало большое влияние на меня. И я не мыслил себе даже тогда, когда еще только начинал работать, заниматься какой-то чистой, абстрактной наукой, лишенной всякой связи с жизнью. Хотя такая возможность была, то есть оказаться огороженным великой стеной от производства, от непосредственной жизни и думать, что, может быть, дай бог, в будущем мои результаты может кому-нибудь понадобиться на практике. Мне кажется, это незавидная роль такой жизни. Сейчас темпы производства очень велики. И если мы будем рассчитывать на столетия использования идей, тогда, в общем-то, мне кажется, и наукой заниматься не стоит. Пять, десять, ну, один, двадцать лет – вот те оптимальные сроки до воплощения от науки к жизни. Эксперимент, поиск – это будничная работа. И очень-очень много требуется усилий для того, чтобы не растеряться от неудач, не отчаяться. Нельзя упускать многие факты. А вот в этой часто обыденной обстановке текучих экспериментов и опытов иногда пропустишь очень важные детали. Нам приходится иметь дело часто с конкретными вещами. И всё-таки вот на фоне вот этой конкретности, на фоне огромного фактического материала, всячески приходится перестраивать свои эмоции. Видеть в кажущемся хаосе какую-то целностную структуру, заложенную во всём этом знании. Вот всё это суметь сохранить очень трудно. Бывают, конечно, ситуации, когда это не удаётся сохранить. Когда наступает усталость, тут приходится перестраиваться. Перестраивать ряды и снова в бой. Снова пытаться атаковать проблему, но уже с другой стороны. Насколько хватит человека? Насколько он ещё сумеет развить ту или иную эмоциональную напряжённость? А может, он никогда эту проблему до конца и не распутает? Ведь не дойти же никогда до конца. За одним покрывалом открывается другое, за другим третьим. Но всё-таки в творческом поиске должна быть заложена вера в то, что познание возможно. И она, вера эта, должна иметь какую-то романтическую окраску до конца дней своих. Общая тенденция сейчас такая. Нельзя быть узким специалистом. И сейчас мы слышим призывы везде, что учёные друг друга должны понимать. Вот поэтому сейчас и стремимся мы так. И студентов обучать, чтобы не были они узкими специалистами. Трудная, очень трудная эта задача. Но её надо решать. Решать каждый день. И Виктор, и Юрий, и Михаил Васильевич, все они, у всех их роднит одно и то же отношение к труду. Они влюблены в свой труд. Да. Огромный путь мы прошли. Действительно стоит рассказать о том, с чего начинали, и как поднялись на эти высоты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok